всем привет и сегодня поговорим об украинских сигаретах прима друзья прима без фильтр в мягкой пачке вот такие вот сигареты причем что интересно они не овальные это стандартные сигареты до круглые у нас в россии я не знаю ну только вот west у нас есть но там как бы мундштук идет а так у нас в россии допустим нет сигарет без фильтра именно круглых у нас как бы по классике советской только овальные есть ты то сейчас их одна прямо по моему осталось вот так вот они выглядят тут написано 83 я так понимаю что это либо чему-то посвящено может дата какая-то либо это формат сигарет ну типа king size это 84 миллиметра как вы с вами знаем вот может быть 83 миллиметра или я не знаю но просто здесь на каждой грани присутствует цифра 83 сзади тоже сбоку вот тут по показателям здесь 1207 вот вы можете заметить делает их империал табака украинский период табака продакшн украина тут у нас написано где курить где прикуривать ну для дурочку так сказать да сверху нас акцизная марка по поводу цены это аж 2011 год цена составляла четыре с половиной гривен и представляете вообще копейки просто какие-то вот снизу у нас выглядит то есть это старые сигареты значит они очень интересно выполнены смотрите вот так вот сбоку если показать обычная сигарета с пробковым фильтром на самом деле здесь нет фильтра и как видите здесь просто набита полностью она табаком но вот я считаю это ну как бы неправильный ход они сделали вот эту вот часть из плотного картона который покрывает обычные фильтры фильтра в обычных сигаретах соответственно ты докуривать можешь только до вот этой части зачем вы это сделали я не понимаю но вы могли покрасить в пробковый но сделать бумагу вот такую либо просто бы сделали целиком белую как в американском кем или потому что я бы смог ее докуривать вот досюда хотя до этого момента хотя бы да получается ты сюда докуриваешь и выгидываешь сигарет уже тут идет плотный картон ты его уже не сможешь курить тебя пригорчить начнет ну да ладно здесь у нас надпись прямо кружочки 83 оба да здесь нет набиты сигареты просто вообще убойно как камень вообще вы видите она не гнется перфорации здесь я не вижу запах очень яркий такой табачный сладкий сладко-пряный аромат идет в незажженном виде набивка разнородная то есть есть светлые темные коричневые сорта что хочу сказать табак в рот не летит при курении потому что вы видели какая здесь набивка это их уже курил это конечно круто что у нас тут еще написано тетюновый дым шкады здоровью тех кто вас отучуя коренья производит десерцева судыных захворуевань рака легенев короче говоря предупреждалки больше тут каких-то интересных надписей собственно на пачке нет ну прикольно она сделана то есть видите еще до введения этих нашлепок хотя кстати считаю в украине нашлепки по-божески как-то сделано в современных сигаретах не просто будут еще или были уже варианты с нашлепками как бы реально у них нет вот такого в россии там корова дохлая распотрошенная или там я не знаю куча навозная да и там или там голубец какой-нибудь и написано инфаркт нет такого извращения да я не знаю может конечно есть у вас такие картинки ужасные но те что я видел они как бы более менее ну реально значит запах знаете по запаху очень сильно она мне напоминает приму ностальгия пагарскую российскую здесь тоже есть ориенталы правда не в таком уровне конечно как в пагарской приме ностальгия но тоже такой сладкий пряный аромат приятно очень приятно пахнут и кстати кроме табака вообще ничего здесь не в запахе него вкусе не ощущается вот это меня прям удивило что сигареты за четыре с половиной гривны под маркой прима и и такие качественные оказались еще они без фильтра у них показатели напомню 1207 друзья ну вы знаете они очень мягкие вот я заметил фишку всех украинских все украинские сигареты которые мне вот пришли до моего подписчика а они все мягкие что кэмал что карат парламент что при луке что вот приму все мягкие вот это прям не очень вообще не резкости ничего нет а тут еще и без фильтра да еще и крепость приличная это прям и не радует ну потому что химию они тогда не совали понятное дело что это старые сигареты сейчас возможно они такие ну украине кстати не знаю как сейчас но вообще я видел по фоткам достаточно много разновидностей той же примы тех же прилуг я знаю что есть у них прима люкс там с фильтром мундштуком как я ва турбо типа прима вот мягких в твердых овальная с фильтром без фильтра ну короче говоря в вариации много у нас в россии как вы знаете прима только без фильтра есть еще с фильтром но она ее чтобы найти надо очень постараться и и все как бы в украине прима по видов примы намного больше я хочу вам сказать приятный такой табачный вкус мешка похожа на american blend то есть это не совсем ориенталы в чистом виде и как вот в пагарской приме ностальгия нет это ну и такие ну что-то типа типа около american blend сладкий такой сладковатый такой пряный хлебный немножко табачный вкус у этих сигарет очень приятный единственный их минус ну как вы уже заметили хотя несмотря на то что они набиты очень плотно они все-таки быстро горят но это возможно из-за того что табак все-таки высох по прошествии времени ну горят они прям быстро вот этот единственный минус но как бы они очень крепкие поэтому в принципе я уже накурился да и легкие они забивают так нормально у них все-таки 12 миллиграмм смолы знаете ну прокашляться хочется иногда после них не потому что химия опять же потому что у смолистые больше очень приятный запах вот не сказать что какие-то дешевые там сигареты для бомжей там или что такое общение как у нас сейчас в россии не кент не ротманс не лд там всякие вот эти петры и прочие там тройки не дают такой прекрасный табачный аромат понимаете в общем фишка конечно я не знаю какая сейчас она у вас если она производится может сейчас она тоже похеялась но вот это прима 2011 года очень-очень мне понравилось я бы ее еще раз купил ну реально хорошие сигареты все в принципе она уже догорела очень удивили они меня пожалуй наверное из вот всех украинских сигарет они все хорошие даже те же при луке но и всех украинских сигарет которые вот у меня на обзор до последнее время вот эти пожалуй топ номер один они больше всего понравились к удивлению самые дешевые оказались ну и самые лучшие так что если где-то встретите у коллекционеров возьмите я думаю вам зайдет хороших сигаретах на этом у меня все спасибо за внимание спасибо хидео что прислал эту пачку и всем пока